Ботинки, брюки, пиджак, белая футболка. Я обрекинулся приличным человеком, иду на собеседование. Собеседование в колледже по поводу интернатуры. Здесь, несмотря на то, что я получил предложение от компании на работу, должен быть план Б всегда, план С и Д, Е, в моем случае Ф. Поэтому я все равно не откажусь от интернатуры, от собеседования. А дальше уже будет видно. К тому же интернатура предназначена на весенний семестр, а до весны еще далеко. Меня зовут Михаил. Вы смотрите видеоблог, название которому я еще не придумал. Я живу в Калифорнии. Переехал сравнительно недавно. Пытаюсь устроить свою жизнь. Доходы, отдых, развлечения. В общем, в новой стране все приходится по новой. Даже не по новой. Во многих вопросах у тебя не просто ты начинаешь не с нуля, а с отрицательным просто значением. Часто слышу такое, ну, в Америке там с нуля, значит, нормально. А нифига. Приедешь, тут будет минус у тебя сначала. И я не про деньги, хотя там тоже самое. Я еду на собеседование в интернатуру колледж, в котором учусь. Колледж, про который я рассказывал, где можно учиться бесплатно. В нем организовывается интернатура. Что это такое? То есть это фактически рабочая практика для тех, кто учится. И эта практика, кроме всего прочего, оплачиваемая. То есть, как я об этом узнал? Значит, ВКонтакте была одна девочка. Мы с ней общались насчет съемок. И я увидел ее новость, что она, мол, только приехала. Не, не так. В общем, устроилась в американскую компанию. Я тоже жила здесь недолго. Я так, опа, она написала еще в констроительную. Я думал, вот это да, вот это да, вот то, что мне нужно. И, ну, общался с ней. Как так вышло вообще? Что нужно было? Кому надо было душу продать? Я не завтракал, я поем. Кому нужно было душу продать? Написал ей, позвонил, все разузнал. В итоге оказалось, что в колледже, в котором я учусь, она учится. Ну, просто в разных танях. Можно подать заявку на интернатуру. Она это сделала, прошла собеседование. И ее взяли. Интернатура в ее случае длится сколько-то там, допустим, 3 месяца. Три дня в неделю занятия. Но не занятия, это ты приходишь на работу, в строительную компанию, работаешь. То есть, сначала с тобой носятся, там потом ты более-менее самостоятельно становишься. И деньги еще платят порядка 15 баксов. Чтобы вы понимали, если вы устроитесь в какой-нибудь магазин, где всегда нужны люди, типа Home Depot, Target. Там на старте будет что-то около 14 долларов в час. Я подумал, опа, а так можно было? И тоже подал заявку. Вот сейчас еду на собеседование. Если вы приезжаете, у вас есть грин-карта, можете прям сразу идти в колледж, брать предмет. Если вам не сделают скидку за то, что вы малоимущий или за то, что вы долго здесь прожили, без разницы. Один предмет может стоить недорого. Ну там, 500-700 долларов. Вы его берете, становитесь студентом. Сразу получаете право участвовать в интернатуре. Идете в интернатуру, в ту компанию, которая потенциальный ваш работодатель. Там стажируетесь. И, соответственно, через какое-то время, допустим, по истечению интернатуры у вас есть контакты, связи, которые могут вас рекомендовать. У вас есть опыт, какой-никакой опыт. То есть в другой компании вы можете притискать. Ребята, я работал у Васи Пупкина. Вася Пупкин, компания строительная, известная, например. Я там, конечно, проходил интернатуру, но я все знаю, все разбираюсь. Так что возьмите меня на какую-нибудь стартовую джуниор позицию, это называется. Я и буду работать. То есть будет как минимум какой-то опыт. Еще, может быть, даже можно пройти две интернатуры, я не знаю. То есть будет хотя бы о чем сказать. И это, по сути, не важно должно быть, что это, строительная у вас там специальность или какая-то другая. Получается, если у вас есть грин-карта, вы переезжаете по грин-карте, то вы можете буквально там в течение, я не знаю, сколько там, вот, с момента получения social security и work authorization вы можете попасть в интернатуру в течение двух-трех месяцев. По примеру, вот этой девочки. То есть если вам, если так совпало, что вы там до учебного семестра сюда приехали, подали документы, до учебного семестра подаете на интернатуру, в этот же учебный семестр вас могут на эту интернатуру определить. И все, у вас началась работа. Ну да, допустим, три дня в неделю вы работаете на той работе, которую вы хотите, в будущем, где хотите развиваться. Да, окей, в остальные, в остальные дни занимаетесь чем-то другим, каким-то другим образом зарабатываете, потому что 15 долларов в час, три дня в неделю, это такой, небольшой доход. Интернатура, о которой сегодня пойдет речь на собеседование, она будет в Лос-Анджелесе. И я сейчас живу в Лос-Анджелесе, а работу мне предложили в Сан-Франциско, и я, безусловно, предпочту работу, несмотря на то, что нужно переехать. Да, не особо большие деньги там, учитывая еще, что расходы там на жилье будут значительно больше. Тем не менее, выбирая между интернатурой и полноценной работой, трудоустройством, конечно, имеет смысл выбрать трудоустройство, потому что здесь ты начинаешь сразу же, как-то, с корабля на бал. То есть, с тобой так нянчиться, как в интернатуре, здесь не будут. Более жесткие условия, график 5 на 7, то есть, полноценная работа будет. Но, скажем так, если бы год назад, если бы год назад, я знала, возможности интернатуры, я бы пошел в эту интернатуру. Но я не знал, не знал, работал на стройке, рабочем, на мувинге работал. Так, ну, видео снимал, но это мне нравится хотя бы. Видео я люблю. А мог уже начать карьеру? И вы можете. То есть, смотрите, значит, можете. То есть, прямо сейчас, если пойдете в колледж, все раз узнаете, можете мне написать, можете в комментариях написать, какие-то вопросы мне задать. Элементарно, если вы там сомневаетесь, в какое здание пройти, в какой кабинет постучать. Я подскажу с удовольствием. По сути, эта серия должна была быть стать продолжением серии про этот колледж, комьюнити колледж. Но, воборот, трудоустройство, оно как бы отдельная тема. То есть, может быть, вы хотите учиться просто и прям сразу вам работать так не нужна. Так, ребята, к слову о работе в Америке. Если бы сейчас представим, мой брат, сестра, близкий мне человек, друг, начинал подготовку к переезду в США и спросил меня, Миша, что мне лучше сейчас сделать, чтобы побыстрее найти нормальную работу? Я бы ему сказал, от чистого сердца, так сказать, дружище, заполни по красоте LinkedIn, LinkedIn аккаунт. То есть, это социальная сеть, где у вас фактически, где ваше резюме обретает социальность. То есть, вы исполняете анкету. Она, по сути, один в один ваше резюме. И вы в этой социальной сети можете общаться со своими будущими работодателями, заводить полезные знакомства, контакты, постить свои успехи в карьере. И почему это важно? Потому что собеседования гораздо быстрее будут назначаться, если вас будут элементарно знать. Если ваше резюме не просто свалилось вместе с тысячей других и ничем от них не отличается, а если о вас хотя бы что-то знают, значит, нужно делать посты, соответственно, о том, что вы, какие проекты вы делаете. Например, ладно, если это стройка, то что вы делаете? Вы делаете фотографии, что вы строите, как вы строите. Какие-нибудь заметные проекты, которые вы делаете, публикуйте, чтобы вас знали. Блин, а где? Где парковаться-то? Представьте себе, кто ваш руководитель будущий. То есть, если вы хотите, например, работать project-менеджером, например, блин, это же для мотоциклов. Если вы хотите работать project-менеджером в стройке, то, возможно, легче будут устроиться для начала на должность project-инженер. А кто руководитель project-инженер? Project-менеджер. Соответственно, вы берете, открываете этот LinkedIn после того, как заполнили полностью весь аккаунт. Делаете сортировку строительных компаний, находите в них project-менеджеров и добавляетесь к ним, друзья, обязательно с каким-то комментарием. Не просто типа добавился и сидишь, пока тебя подтвердят. С каким-то комментарием, типа, здравствуйте, там Михаил, я Михаил, работаю на стройке в России, в ближайшее время собираюсь переехать, у меня будут все документы разрешения на работу. Было бы здорово держаться с вами на связи, на случай, если вам потребуется такой специалист, как я. В большинстве случаев вас добавят, в части случаев вам скажут, конечно, приедешь, дай знать, там что-нибудь такое. То есть, сделайте так по всей Америке. Вот давайте, ладно, можно по городам, не суть, но если у вас есть время свободное, вам вот чем больше, тем лучше. Сделайте себе сеть из своих будущих руководителей, хотя бы из 300 человек. То есть, даже в одном только Лос-Анджелесе project-менеджеров найдется столько, даже больше. Используйте разные города. Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Хосе, Сан-Франциско, Сакраменто, Нью-Йорк, вообще по всей Америке. Не устроит он, кто-то из вашей соцсети, если вас не предложит вам работу, он вас кому-нибудь может порекомендовать. У вас уже будет огромный старт по приезду, когда у вас появятся документы. Вы приехали, всем тем же людям разослали, привет, я приехал, у меня есть документы, может у вас есть какая-то entry-level позиция, хочу к вам. И, то есть, вы будете не то, что на шаг впереди меня или всех вообще, 99% кто приезжает в Америку, вы будете на голову выше всех. То есть, это будет для вас такой огромный шаг, такой прорыв, еще будучи на родине. Задумайтесь над этим. Идем с вами искать место встречи. Опять я иду навстречу впритык по времени, прям впритык. You know where we are right now? Yeah, we're, so if you go down this way, because this is the South Geneva, we are, so we are, this is the business and journalism right there. Ага, чувак, короче, не туда меня проводил. Вот мы прошли отсюда, вот так, а можно было напрямую. Ну, винить его нельзя. Кто ему такой, чтобы водить меня за ручку по колледжу? Суть и по карте, нам вот в это здание, которое не особо похоже даже на здание. Какой-то ангарчик быстровозводимый. Ну ладно, что, придираться что ли буду? Ох, как звонко. У интервьюера, к которому я сегодня должен прийти, сейчас интервью. Ну, видимо, на 11 часов приходит несколько человек. Вот, соответственно, я сижу, жду. Вряд ли мне удастся на интервью включенной камерой дышать. У меня есть ощущение, что люди, что люди будут... Вот я так, сейчас. Телефон к уху приложил, чтобы люди не подумали, что я больной, разговариваю сам с собой или с камерой. В общем, у меня есть ощущение, что люди будут, так, знаете, с сомнением относиться к серьезности человека, который на собеседование таскает с собой камеру. Поэтому непосредственно на интервью я, скорее всего, ее выключу. Я не знаю, может быть, оставлю включенную в кармане, чтобы слышать, о чем происходит разговор. Я оставил включенную камеру, как я думал. А в итоге она, судя по всему, была выключена. Интервью прошло нормально. Не было напряжений для меня. Нормально пообщались с тетушкой. Она описала ситуацию. Говорит, что интернатуру можно проходить до 25 часов в неделю. То есть full-time employment считается 40 часов. Я спрашиваю, а 40 часов можно? Она говорит, нет. Дело в том, что это программа интернатуры для студентов. И если 40 часов, то ты, получается, бросишь колледж. А мы не хотим, чтобы ты бросал колледж ради интернатуры. Соответственно, это как бы нарушает всю идею. А 25 часов – это примерно 3 дня по 8 часов. Можно работать 5 дней по 4 часа. Или там по 5 почти. Вот примерно такой расклад. Она сказала, что будет второе интервью. Типа, возможно, потребуется второе интервью. Если я удачно прошел первое. Соответственно, она мне позвонит. Если позвонит, в течение, говорит, couple of weeks. В течение пары недель. А сама интернатура начинается в феврале. То есть, если в моем случае меня там опробуют, если примут, и мне нужно будет выходить в интернатуру, то это будет в феврале. Вот. Вообще-то я надеюсь к этому времени уже пройти испытательный срок в той компании, которая меня сейчас нанимает. И уже, так скажем, заняться по-настоящему стройкой, project management или там что мне поручат. Как я и говорил, всегда должен быть backup-план. План B, C, D, E, F. В одном из следующих видео я расскажу вам, как я нашел работу в Сан-Франциско. Чудесный опыт. То есть, это просто просто открытие для меня. Поговорить с вами хочу, ребят. Позанудствовать. Может так и назвать канал? Зануда. Я, кажется, уже говорил, Америка это то место, где надо оттачивать себе что-то конкретное. и этим пользоваться. То есть, если вы, если вам нравится, например, ногти красить, то вам вообще повезло. как говорят местные женщины, здесь некому ногтем протянуть, чтобы их привели в порядок. То есть, настолько вот американский уровень сервиса, ну, в плане именно ногтевого, он настолько запущенный, ну, даже, может, не запущенный, может, еще не развитый, что... Почему я об этом говорю? Потому что мне вот так рассказывают, вот смотри, какие ногти мне сделали. Я такой смотрю, ну, что вот? То есть, как можно было сделать хуже? То есть, это элементарно геометрия, как минимум. Но я также вижу фотки в интернете, где люди вкладывают фотки, а, мне сделали ужас, и там выкладывают, как будто топором ей там рубили. То есть, я не знаю, с чем это связано. Просто геометрия, вот, местные мастера как будто не знают элементарно даже вот такие вещи. Я не разбираюсь во всех этих заставах, клеев, ультрафиолетом, 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 что смывки, вот, я ничего не парю. Для меня, что имеет место? Цвет и геометрия. Все. По сути, я не говорю, что это легко. Но, когда ты делаешь работу, ты видишь, ровно у тебя или неровно. То есть, если неровно, переделываешь. Я не знаю, как это устроено. Так вот, русские мастера здесь, типа, на весь золото. Сейчас вот в Сан-Франциско собираюсь переезжать. Что-то, поспрашивал. Там, типа, еще меньше таких специалистов. Я не знаю, что будут делать вообще со стрижкой в Сан-Франциско, потому что я так привык. у себя на расстоянии квартала барбершоп, там, мой знакомый барбер. И все, я поеду в Сан-Франциско. Я не знаю, буду, наверное, в Лос-Анджелес ездить, стричься. Значит, что бы вы не любили, я убежден, что бы вы не любили, вот именно это и надо делать. вот как получилось так, что я связался с видео в Америке. Я, значит, приехал летом, у меня здесь планы были именно по бизнесу в торговом центре. Может быть, когда-нибудь, если кто-то спросит в комментариях, достаточно количество раз я расскажу. Ну, в общем, планы изменились прямо в процессе. и в итоге я решил этим бизнесом не заниматься. Хотя подготовка длилась больше полгода. То есть, это не просто так, слушай-ка, отдай-ка я семечки буду продавать на улице, потом, а да ну нафиг, не так. То есть, я около полугода, может быть, даже месяцев 8-9, я готовился, то есть, я делал ресурч-анализ, я общался с, я так скажу, я пообщался с всеми торговыми центрами США, исключая Аляску, размер которых более 900 тысяч скверфит. То есть, я пообщался со всеми. И может быть, не один раз. Ну, как общался, я там отправлял им мейлы, заявки на площадь, которая мне нужна. Это занимало очень много времени, потому что не все сразу отвечают, а кто-то вообще даже не хочет отвечать. Приходится звонить, звонишь, там, это постоянный стресс, потому что я английский тогда знал еще хуже. Мне нужно было выглядеть приличным парнем, у которого есть бабки, у которого есть знания, понимать. То есть, вообще нормально, чтобы они мне сказали, кто ты ебать ся? Что ты хочешь? Уходи. Вот. Потому что, ну, очевидно, что у меня есть акцент. Они знают, что я не местный. Они местные, не знаю, в общем, всякие там стереотипы. и что в итоге. В итоге я приехал, планы изменились, я остался в штате Индиана, в Индианаполисе, и там какое-то время жил. Что я лучше умею, лучше всего у меня делать? Организовывать стройку. Как я это делал в России, я просто, что я не знаю. Я просто это оформлял на свое имя, все строительства, потом продавал. А здесь, элементарно, чтобы какой-нибудь небольшой домик построить, уже надо выложить там 1100 долларов. Окей. Ну, допустим, и ты все-все-все сделал сам. Звал на помощь своих друзей. Не платил им ничего. Окей. В 80 можно уложиться. Дальше, если, например, ты берешь контейнерный дом, то можно еще меньше. Но речь не в этом. Нужны бабки. У меня было, когда я приехал, всего там, ну, не всего, в общем, около 20-25 тысяч долларов. Как их применить, у меня было четко, то, что четко, у меня малейшего представления не было, что вот, то есть я понимаю, что вроде деньги существенные, но я понятия не имел, как ими воспользоваться, и в итоге они просто израсходовались. Ну да, я, конечно, купил себе там съемочное оборудование, компьютер дорогой, ну и все. Остальное время потратил на обучение, на реально обучение, на опыт. Так вот, сижу я такой с деньгами, с этими небольшими по-американским меркам деньгами, сижу и думаю, окей, что делать, как развиваться. В стройку я пойти не могу, почему не могу, потому что боюсь, потому что у меня нет опыта, нет представления о том, как вообще это будет все разворачиваться здесь, в Америке, плюс понимание, что у меня нет достаточных денег, чтобы у нас полноценно начать собственное строительство, то есть, не знаю, купить землю, начать стройку. Сижу такой, что-то приуныл. Еще на Бали, когда жил, я обратил внимание, что у меня есть интерес к съемке. Сначала это была фотосъемка, впоследствии переросла в видео, и это видео мне действительно нравится. Буду окей, буду развиваться в видео. Записался на курсы, прошел несколько, курсов по видеосъемке, то есть, очень сильную информацию даю. Значит, благодаря этой съемке, этим курсам у меня появилось портфолио. Я отправляю портфолио у чуваку, у которого здесь свадебное агентство, которое занимается съемками. Он мне говорит, ну слушай, давай снимать, снимать будешь у нас работать. То есть, я уже переезжал в Лос-Анджелес, просто благодаря тому, что у меня был опыт съемок, и человек посмотрел на мою работу, подумал, ну, свадьба, то он снимет. И взял мне на работу. Получалось у меня где-то нормально. Для первой зарплаты, при том, что ты работаешь два-три дня в неделю, очень хорошие деньги. Вот с этого все началось. Видео, короче, ребят, я попал, потому что постеснялся или смолодушничал идти в стройку. Реально. То есть, просто яичишки недостаточно крепкие были на тот момент. В видео, короче, ребят, я попал, потому что постеснялся или смолодушничал идти в стройку. Реально. То есть, просто как это? Яичишки недостаточно крепкие были на тот момент. Хотя, хотя у меня было элементарно, сейчас я понимаю, такая куча денег. Вот даже если представить, что я сейчас с этими знаниями оказался в Америке, чтобы я сделал, я бы купил на эти деньги, я не знаю, четыре машины, не так, шесть машин. Да нет, я бы хотел сказать, что взял шесть машин и сдолбал бы в аренду. Я так делал уже. У меня была одна машина своя, одна другая, я сдавал в аренду. Получались нормальные такой пассивный доход. А на 20 тысяч долларов можно купить сколько машин? Четыре точно? Окей. Четыре. Или шесть, при том, часть из них будет в кредите. Четыре машин генерируют в месяц, допустим, если взять дешевенький и вот так вот с расходами туда-сюда, больше полутора тысяч долларов в месяц за четыре машины. Полторы тысячи. Чтобы вы понимали, у меня сейчас аренда квартира стоит полторы тысячи. А я, опа, и на входе уже себе бы обеспечил аренду. Что еще я мог сделать? Я мог взять в аренду апартменты на свое имя, на что-либо угодно. Не знаю, нашел бы способ взять в аренду и делать бизнес Airbnb. К счастью, очень важно, я этого не стал делать, потому что сейчас их так задушили, что в интернете стали одно время появляться прям целые сеты про оформленные квартиры, сдают, мебель продается. потому что на законодательном уровне усложили жизнь бизнесменам. Вот. То есть, что я еще мог сделать с этими деньгами? Я даже не знаю, с чего начать. Во-первых, во-первых, надо было учиться. Есть, например, Project Management Institute. Можно было записаться на курс, ну, сколько он там стоит, допустим, 500-600 долларов, пройти курс, потом сдать экзамен, тоже что-то порядка 500-600 долларов. И у меня бы был сертификат Project Manager. Не прям не скажу, что без него нельзя, но это бы сильно изменило ситуацию. Плюс, допустим, можно было бы купить себе машину новую в кредит, к примеру. Сделать большой взнос, например, 10 тысяч, еще 10 тысяч осталось бы в кредите. Была бы новая тачка. Блин, я даже не знаю, что... То есть, что-то я вам хочу сказать, что-то не хочу сказать. Я на ходу пытаюсь думать, а стоит ли все секреты рассказывать? Впоследствии, я, конечно, расскажу, но на тот момент, пока они для меня актуальны, я их так при себе держу. Ну, чтобы там не сглазить или еще что-нибудь. Не потому, что я жоплюсь. Секрет вам рассказывать. Я вам все расскажу, что вообще вам как-то поможет по приезду. Я вам все расскажу. Ну, может быть, просто не сразу. Если бы я не пытался обмануть себя со стройкой, то есть, я такой, стройка, ладно, не мое, видео, о, видео, и я пытался убедить себя в том, что это прям дело моей жизни. Да, это прикольно, да, мне нравится это делать, еще за это платят, и я получаю удовольствие, делая красивую картинку, красивое видео, все понятно. Но я пытался себя убедить, что это то, для чего я, создан. Но это не так. Это то, что я умею делать хорошо, очень качественно, получаю это удовольствие, но нужно понимать, что это не то же самое, что дело жизни. Вот стройка, вот больше похоже на то, что мое. А может, еще потом окажется, что нет. Но, по крайней мере, сейчас я получаю гораздо больше энергии просто от того, что двигаюсь в этом направлении. Я еще даже не устроился на работу, но вещи, связанные со стройкой, с строительностью, управлением, строительства, меня очень подогревает. Если бы я приехал сейчас в Америку, как тогда, с теми знаниями, которые есть, я бы, конечно, на мувинге не работал. я бы эти 20 тысяч использовал бы на то, чтобы просто получать опыт. То есть я снял бы себе комнату недорогую, устроился бы в строительную компанию даже, ну, я не скажу, что бесплатно. там может быть даже бесплатно, если бы меня взяли ассистентного проект-менеджера, и, может быть, на какие-нибудь даже строительные работы бы устроился полноценно, вот, чтобы изучить один какой-то, ну, это называется трейд, область, например, там, к водопроводчику пошел бы, два месяца бы поработал у него. Потом бы пошел бы к фреймеру, кто делает каркас зданий, поработал бы два месяца у него. В это время подготовился бы там к институту, ну, не подготовился к институту, в смысле, в это время бы подался бы в колледж, пошел бы на занятия, подавался бы на интернатуру, и прошел бы интернатуру, буквально что? Ну, сколько бы не надо было? Год. Элементарно, год я бы стопудово имел интересную для меня работу в стройке. Вместо этого, чем я занимался? Вместо этого я занимался прокачиванием скилла, который, ну, он со мной останется, но я, получается, просто тратил время. Нет такого явления, что вот у тебя есть одно дело жизни на всю жизнь навсегда. Есть скорее всего какая-то отрасль, бизнес, работа, которые приносят тебе максимальное удовольствие на тот конкретный период, который в твоей жизни сейчас происходит. У меня это стройка. И она была давно, и сейчас я не знаю, сколько это продлится. Может быть, что-то изменится, на сейчас мне нужно туда. Зашел сейчас в лизинг офис к администрации дома и говорит, съехать собираюсь. А они мне 30 дней ноутис должен быть. Я вообще в недоумении. То есть я не могу съехать вот сразу. Я должен отправить заявление и мне его примут и через 30 дней прекратят брать с меня аренду. То есть грубо говоря, если я рассчитывал съехать через 2 недели, не получится через 2 недели, а через месяц. Получается, я здесь квартиру, что я ее, жить я в ней не смогу, буду в Сан-Франциско и за эту квартиру придется платить. приятного мало, конечно. Получается, это потеря 750 долларов. То есть 2 недели я был готов платить. Пока я там переезжаю, чтобы все вещи сразу туда-сюда. В общем, а тут надо еще 2 недели оказывается. Ну, окей. Когда тебе очень нужны клиенты в твое заведение, например, в кафе, ты берешь прозишь своих друзей ставить крутые тачки рядом. Все такие смотрят, думают, о, прикольно, обращают внимание. Наверное, это как-то повышает проходимость. маркетинг, маркетинг, интернет, что там, Google AdWords. Вот, пожалуйста, вам Google AdWords. Поставил Ferrari, Lamborghini, и нормально. Клиенты сразу, раз, богатые чуваки ходят в кафешку, значит, я тоже зайду. Интересно, так, да? Ладно, ребята, если так вышло, что монтажер добавил большое количество рассуждений моих или каких-нибудь вот этих вот занудных диалогов, монологов. Ребята, вы меня простите. Простите. Пишите в комментариях свои рекомендации, как я должен изменить свою речь. Или, может быть, монтажеру напишите, что ты что там типа паузу не вырезал. Ну, что-нибудь напишите, ребят. Обратная связь от вас очень нужна, потому что для кого я все это делаю. Вот, просто представьте, что я делаю так себе контент, что он звучит неинтересно. И смотрите его неинтересно. Люди заходят, им не нравится, уходят. А между неинтересными вещами, я говорю, реально ценные вещи, которые помогут вам здесь освоиться лучше. Люди просто этого не увидят. Не увидят, потому что вы когда-то не порекомендовали мне как лучше снимать блог. Не увидят, потому что вы не сделали мне замечание по поводу того, что я не знаю, не в камеру смотрю или еще что-то. В ваших руках судьба других людей. Редактор субтитров Корректор А.